Портретный характер Многие, наверное, заметили, что с портретами мы неплохо справляемся, и приходят часто именно с портретом. И я всем произношу, вот когда они хотят, эти люди хотят научиться портрету академическому скоро, я им все время предлагаю поучиться по следующей формуле. Предлагаю выучить наизусть несколько классических ракурсов из классической живописи. Эти ракурсы настолько тиражируются, вот если прийти в музей, можно увидеть, насколько они в тираже, насколько повторяется одна и та же формула освещенности и формула ракурса. И одна из этих формул, вот такая незатейливая формула. Хотя вы видите, что портрет вполне, ну вполне хорош собой. Но формула не затейливая. И стоило бы ее выучить. Сначала сделать копию, а потом по памяти повторить эту же работу. Ну, во всяком случае, личико повторить. А может быть даже и месторасположение лица, то есть все повторить, всю картиночку. Повторить для того, чтобы появился навык, появилось запоминание теневых в том ключе, как это делает художественное решение. То есть живописное решение, а не в том ключе, как обычно мы видим на фотографиях. Фотография может очень близко подойти к этому, к этой формуле. Но все-таки у нее, она не может до конца довести эту идею. Поэтому, как мы замечаем, очень часто портрет слишком отличается от фотографии по своей, как бы, художественности. Поэтому, вот один из ракурсов, который бы следовало бы вам выучить, повторив его потом наизусть. Итак, мы сейчас с вами копируем эту задачу. Это портрет девочки. Ну, ей тут, наверное, лет 15 максимум. Вот это тоже интересный момент. Взрослое лицо несколько легче писать, в том смысле, что взрослое лицо, мигание возраста там не так различимы. Здесь, когда 14 или 15 лет и 20 лет девушке, это уже разные состояния. И, конечно, показать эту юность. Очень много современных портретов пишут детские образы несколько гуттаперчивыми. Откликаясь на желание заказчика, чтобы все было выписано идеально. Часто доводят до резинового состояния кожи. Ну, вы, наверное, сталкивались не раз с этим положением вещей. Здесь все миленько, все нежненько, все правдоподобно. Вот. Еще раз напомню, что это один из тех ракурсов, одна из тех освещенностей, которую бы следовало выучить наизусть. Повторить по памяти после работы, так сказать, с материалом. То есть многие увлекаются там работой с натурой, настоящие художники пишут с натурой и так далее, и так далее. Выучите наизусть, не лезьте к натуре раньше времени. Вы все равно не поймете, что вы делаете. Здесь для вас появится формула. Я знаю, что здесь есть формула. И я вам сообщаю о том, что она здесь есть. И если вы ее выучите, она вам будет пригождаться не раз в тех задачах похожего толка. Вы уже будете знать формульные выигрыши. Вы видите, я не делаю рыбку глаза вот таким образом, как часто делаете вы. Жесткую рыбку глаза не делаю. Еще общее сообщение о том, основная ошибка. Вот, допустим, линия носа. Глаз один, глаз другой. Глаз, классический глаз, выглядит так. Здесь более выпуклая, относительно средней линии глаза. Здесь более выпуклая, относительно средней линии глаза. Вот некая средняя линия. Здесь менее выпуклая, относительно средней линии. У классического глаза здесь апогей, наверху, и здесь апогей внизу. И приклеился зрачок к этому пятно. Это классический глаз. Часто у женщин встречается глаз в обратную сторону. И это выглядит необычно. И мы говорим, надо же, какие у нее красивые глаза. Хотя по-настоящему красивые глаза. Правильные, ясные, без этой ящицы, хитрули. Которая делает глаза броскими, заметными. Соответственно, здесь тоже к переносице устремилось. Вот это. И здесь провисло здесь. То есть провисание здесь, нависание здесь. Оба глаза устремлены к некой сосредоточенности вокруг, ну как бы среднего глаза. Вокруг переносицы. То есть собранность глаз. Вот это наоборот. Разобранность глаз. Но яркая и часто выглядит очень красиво. Ну вот имейте в виду. И вот сейчас вы видите, что глаза не рисуются вот этой жесткой рыбкой. Жесткой рыбкой. Не рисуются. Что они как бы квадратноваты. Посмотрите на картинки. Они тоже несколько квадратноваты. Почему? Вы видите, я вытащил краску на фоновую историю. Всюду-всюду сбиваю напряженность. Касание. Касание становится мягким. И от этого как бы закругленным. Во втором сеансе будут еще несколько интересных моментов общения, касания волос с фоном. Еще раз прошу не работать. Вернее, не покупать эти видео у пиратов на пиратских сайтах. Для того, чтобы нам с вами благополучно двигаться дальше. А заодно для того, чтобы поберечь себя от сомнительных сделок, от которых происходят жалобы к нам. Ну, не жалобы, а всетования по поводу очередной сделки. В которых мы не только не виноваты. Но и заинтересованы в том, чтобы не было пиратов, которые бы продавали без нашего ведома. Это не партнеры, это пираты, которые бы продавали без нашего ведома наши видео. А наши видео, и не пиратские, а мои сайты, сайты, которые я поддерживаю, которые меня поддерживают и всю нашу работу поддерживают, указаны сейчас будут на экране. И вы можете знать точно, у кого вы приобретаете и материалы, и видео, и прочее, что может появиться. Этюдного сеанса предостаточно. Я думаю, что мы много увидели нюансиков с вами. И вы должны теперь попробовать не только сделать его, но и постараться сделать его на память. Чтобы закрепились основные чудеса рисунка. Вот такой первый сеанс. Приходите на второй.